Здравствуйте, я Маша Евневич, вы смотрите Тест ТВ. Сегодня у нас на тесте две коляски для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и для их очень спортивных родителей. Одна коляска американского производства, фирма BumbleRide, модель Indy, стоимостью около 22 тысяч рублей. Вторая коляска, соответственно, немецкого производства, фирма Teutonia, модель Spirit S3 и стоимость этой коляски около 30 тысяч рублей. Сначала, конечно же, стоит поговорить об удобстве этих колясок для детей. Они во многом похожи. Обе оснащены пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по высоте. У обеих опускается и поднимается спинка, у обеих есть бампер и опускающаяся-поднимающаяся подножка, хотя механизм немножко разный. У коляски BumbleRide поднимающаяся часть подножки не очень длинная, и ноги ребенка могут с нее свисать. У коляски Teutonia этот вопрос реализован удачнее, и подножка поднимается полностью. Обе коляски предусматривают защиту ребенка от солнца и непогоды, но в данном случае американцы пошли дальше, чем немцы, то есть капюшон у них существенно больше. Также прямо в капюшоне у нас расположена система вентиляции. У коляски Teutonia у нас проблема вентиляции решена мощнее. Вся задняя часть коляски – это сплошное вентиляционное окно. Механизм регулировки спинки по высоте у них немного различный. У Teutonia есть три основных положения, в котором может находиться спинка. У BumbleRide вы можете регулировать положение самостоятельно при помощи карабина. Вот мы его нажали, выпустили. Это упало. А теперь поговорим о родителях. Родители у нас большие спортсмены, поэтому важно, чтобы коляски были быстры и маневренны, что, в общем-то, реализовано у обеих. А далее все отличия в деталях. Коляска BumbleRide у нас оснащена только ножным тормозом, причем, чтобы снять его, приходится поднимать его снизу, что обязательно испачкает вам белые кроссовки. У коляски Teutonia проблема с белой обувью стоит ровно таким же образом. Но зато, кроме ножного тормоза, у нее есть еще и ручной, который позволяет вам притормаживать коляску во время движения. Зато у коляски BumbleRide есть специальная петля, которая надевается на запястье и не позволяет коляске убежать от вас, если вы случайно ее упустили. Еще одно важное отличие – это колеса. У американской коляски BumbleRide они надувные, то есть у вас всегда есть шанс их проколоть, и относительно узкие. У коляски Teutonia колеса не надувные, поэтому проколоть их вам не удастся. Кроме того, они значительно шире, что дает вам дополнительную возможность бегать с коляской по бездорожью. И, конечно же, эти коляски по-разному складываются и занимают в багажнике вашей машины разное количество места. Ну и сразу заметно, что люлька от коляски Teutonia заберет часть дополнительного места в багажнике вашего автомобиля по сравнению с коляской BumbleRide. Соберем обратно. Итак, сегодня у нас на тесте были две прогулочных коляски для очень спортивных родителей и их детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. С точки зрения комфорта для ребенка они почти одинаковы. Единственное, у немецкой коляски чуть лучше реализована подножка, а у американской чуть больше капюшон, который защищает малыша от солнца и непогоды. С точки зрения удобства для родителей у немецкого варианта у нас дополнительный удобный ручной тормоз и колеса ее значительно шире, что позволяет нам использовать коляску на бездорожье. А так, обе эти коляски довольно маневренны и с ними обеими наверняка очень удобно и быстро ходить, и бегать, и даже кататься на роликах. В любом случае выбор за вами, но прежде чем купить, смотрите ТСТВ и подписывайтесь на наш канал.